Продолжаем нашу рубрику с разбором стран, куда еще можно уехать пожить или обосноваться на совсем, в том числе и гражданам РФ. И сегодня мы расскажем о Боснии-Герцеговине, как туда попасть и как там вообще живется. Вы на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, начнем. Итак, Босния-Герцеговина дает право гражданам РФ и Украины пребывать на территории государства без визы не более 30 дней на протяжении каждых 60 дней со времени первого въезда в страну. Для въезда вам потребуется загранпаспорт, действительный на момент въезда в страну. Виза РАН, как в Сербии, не работает. Что же касается визы, то она бывает краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная виза выдается до 90 дней в течение года, долгосрочная же до 180 дней в течение года. Получить такую визу, она называется виза Д, можно в посольстве Боснии-Герцеговине в любой стране, но не в самой Боснии-Герцеговине. Вообще название очень сложное. Название сложное и интересное, потому что Боснии-Герцеговина это государство, которое находится на Балканском полуострове. Со столицей в Сараево. Страна граничит с Хорватией, Сербией и Черногорией. А также может похвастаться небольшим участком берега у Адриатического моря. Население страны чуть более 4,5 миллиона человек. Местное население в основном разговаривает на боснийском, сербском и хорватском языках. Все они имеют славянские корни, поэтому у русскоговорящих людей не будет сильного языкового барьера. То есть даже если вы говорите по-русски, а с вами говорят на одном из этих языков, вы в целом будете понимать, о чем смысл, так же как и вас будут понимать. Ну и старшие поколения все понимают русский язык. Ну да. Английский язык знают не все, в основном молодежь. По религии 45% населения исповедует ислам, 31% православный и 15% католики. И остальные проценты это вот остальные. Страна очень богата природой и животным миром. Ландшафт здесь горный. Однако виды в стране порой могут впечатлять, так как следы войны в прошлом до сих пор еще сохранились. Как вот и мины в лесах, куда как раз и не рекомендуют ходить. Климат, однако, хороший. Зимой температура плюс 5, плюс 7. Лето жарко и сукое. Часовый пояс минус 2 часа от времени в РФ. Ну или Турцию, например. Люди здесь к славянам относятся от радушного до неимоверно братской любви. Образование в стране среднего качества. Нерезиденты имеют право отдавать своих детей в школу и детские сады бесплатно. Так что тем, кто едет с детьми, там не придется ломать голову, что делать со школой или садиком. Потому что вот как мы узнали, что люди даже сталкиваются с таким, что приходится уезжать из страны, потому что вот языковой барьер и у ребенка нет с кем пообщаться. Ну вот, а высшее образование уже платное для нерезидентов страны. Покупка квартиры обойдется в среднем 1200 евро за квадратный метр в столице. Аренда за 300-350 евро в месяц за евро-двушку примерно 65 квадратных метров в столице Сараева. В остальных городах дешевле. Есть также варианты супер дешевые, они называются гарсоньеры. Это квартира площадью максимум 20 квадратных метров и с окнами в потолке. Ну, о комфорте в таких квартирах говорить не приходится. Хотя квартиры такого метража, например, в Москве в России пользуются популярно. Представляешь, как классно летом-ночью такой жив, на звезды смотришь. В каждой стране имеется своя бюрократия. В Осенье и Герцеговине эта бюрократия... Называется белый картон. Да, это значит, что в течение трех дней пребывания в стране тебе необходимо оформить регистрацию. Стоимость этой регистрации составляет 5 евро. Регистрацию обычно делает хозяин жилья или администратор отеля. Однако, не все владельцы жилья готовы делать для вас регистрацию. Поэтому уточняйте этот момент заранее. Типа, знаете, вот как в Турции вы снимаете, когда квартиру на ВНЖ, ВНЖП, сразу об этом говорить. Собственник квартиры может попросить доплатить за регистрацию, хотя и не должен. Ну и в стране присутствуют свои особенности жилья. Из таких особенностей это то, что отопления в стране нет. Многие топят до сих пор дровами. И углем. И углем. С медициной тоже не все очень хорошо. Медицина очень низкого качества, специалистов практически нет. Все ездят лечиться в соседние страны. Но, в общем, медицины скорее нет, чем она есть. Все потому, что имеется заметный кадровый голос специалистов с высшим и средним образованием. И уровень подготовки имеющихся специалистов также в стране довольно низкий. Так что кадровый голод делает свое дело. Первичное обращение за медицинской помощью будет бесплатно и для нерезидентов страны. Но последующая платная. Поэтому лучше покупать страховку. Ну, я даже не знаю, стоит ли вообще. Цены на жизнь по сравнению с Сербией и Черногорией в Боснии и Герцеговине дешевле. Ну, а ИЗП здесь ниже. Питание в 2-3 раза дешевле, чем в больших городах РФ Белоруссии и Украины, например. А дельда, обувь, все в 2 раза дешевле, чем в Европе и РФ. Но зато продукты в стране прекрасные, свежие и натуральные. Большинство людей, потому что в ферме, что он занимается. Чего ты смеешься? Я тоже в ферме, что хотел заниматься. Да, прикольно было бы. Открыть банковские карты можно только в двух лояльных к россиянам банках. Например, в Нова или Атос. Я не знаю, правильно я читаю название или нет. Это местный бывший Сбер. Ждать около пару месяцев, получить также карту в Райфазенбанке или Адика. Невозможно уже. По причине страха получить санкции. Да, но зато в случае открытия своей фирмы, открыть счет и получить карту никакого труда не составит. Наверняка там уже есть такая услуга. Да я тоже думаю, как в Черногории делал. Да, фирму под ключ. Карты Visa, MasterCard российских банков не работают. Unionway, отрасль Сельхозбанка и Почта Банк по сообщениям пользователям продолжают работать. Криптовалюта в стране в ходу. По теме транспорта в стране развит как городские автобусы, трамваи, такси, так и междугородние поезда, автобусы. Ну то есть транспорт в принципе развит. Онлайн-услуги IT-сектор развит очень слабо. Но интернет сообщает, что работает хорошо. Я думаю то, что вот этот вот пункт, то что онлайн-услуги IT-сектор развит слабо, это просто надо по умолчанию занести. Ну типа для... Для россиян. Для россиян, да. Ну типа... Да, наверное, не только. Россия, Украина, Беларусь. Да. Да. То есть вы по умолчанию имеете в виду, что IT-сфера и вот эти вот онлайн-услуги развит и слабо. То, что у вас есть в стране, в другой вы точно не получите. Ну особенно в европейских странах, малоразия. Ну так сложилось, чё? В плане работы в стране, сработать в стране всё очень плохо. Имеется безработица и проблема тока высококвалифицированных специалистов Европы. Средний зарплат составляет всего 380 долларов, что ниже даже чем в соседских балканских странах. Многие ездят на заработки в страны Европы, выполняя там малоквалифицированный труд. Вот. Уборщики, санитарки, строители, разнорабочие. Ну всё в этом роде вот. Босния-Герцеговина является самой бедной страной из всех стран Балканского полуострова. Также является претендентом на вступление в ЕС. Но до этого события уж очень сильно далеко, так как страна не может выполнить поставленные перед ней условия в виде реформ. Однако в стране безопасно и красиво. Поэтому если ехать с работой, то Босния-Герцеговина вполне можно рассматривать. Но жить там такое, чисто какое-то время перекантоваться. Как же получить ВНЖ? Там есть хоть пару способов-то? Для тех, кто очень хочет получить ВНЖ в этой стране, то есть несколько способов. И, к сожалению, вот тот способ, о котором мы вскользь говорили в первом видео, когда рассказывали в целом кратко по всем странам, что можно якобы в этой стране снять по аренде квартиры. Так вот, это оказалось недействительной информацией, я ее проверила. И поэтому ВНЖ здесь можно получить только купив квартиру, устроившись на работу или заключив брак. А также еще открытие своей частной фирмы, вот по примеру, как в Черногории, которым по большей части этим способом пользуются в основном люди. Они открывают такие фирмы и трудоустраиваются в ниже. Все. И получают таким образом ВНЖ. Такой ВНЖ дается сроком до трех лет. Итого, резюмируем. Получить ВНЖ можно при покупке недвижимости. Кстати, там порога входа по стоимости недвижимости нет. Второй способ – трудоустройство местную компанию. Третий способ – инвестиции или брак. И четвертый способ – это открытие своей фирмы. И в нее же трудоустроиться можно. И в нее же можно трудоустроиться. В основном все пользуются регистрацией своей ООО. И туда же трудоустраиваются. И получают ВНЖ на этом основании. Но если вы прожили в Госдин-Герцеговине 8 лет и более, то вы можете претендовать на гражданство по национализации. И вот в эти 8 лет вы должны иметь вид на жительство и 5 лет прожить в этой сербской республике. Также необходимо владеть одним из государственных языков. И с вами не должно быть связана история с депортацией, судимостью на территории сербской республики и отбыванием наказания более трех лет. А что самое неприятное – требуется отказ от гражданства другого государства. В стране имеются проблемы общества. Разные этнические народы сильно недолюбливают друг друга. Так, например, сербы очень не любят своих соседей хорватов и наоборот. Многие даже на море ездят в Черногорию, а не в Хорватию куда гораздо ближе, чтобы не встретиться со своими неприятелями по этническому признаку. Да, ну надо сказать, что это неприятелие, она больше молчаливая, таких вот открытых стычек не наблюдается. Ну и в стране, кстати, нету цензуры и сохранена свобода слова. Ну и в интернете ничего не заблокировано. И да, кстати, при выборе региона следует учесть тот факт, что исторически на востоке и севере страны компактно проживают сербы. А западная часть населения сосредоточена именно хорватским населением. А вот на южных территориях плотно разместились местные мусульмане, сохранив традиционные ценности и культуру ислама. Поэтому, когда вы выбираете, где жить, нужно учитывать этот, мне кажется, важный фактор. Ну, в общем, что можно сказать в целом о стране? Она экономически малоразвита. Но климат, природа, качество продуктов, стоимость жизни и прежелюбие местных жителей позволяет рассматривать страну в качестве временной. Релокации, а для любителей аскетизма, то вполне себе и постоянной релокации. Почему нет? Однако вот переезд с целью трудоустройства внутри самой страны – это не лучшее решение. Потому что работы там совсем нет даже для самих граждан. Ну, если ты решил из Турции добраться до Босинни-Герцеговины, то это можно сделать на самолете за 4,5 часа, и цена составит от 1,5 до 7 тысяч лир. И если ты хочешь ехать на поезде, то это будет цена от 1,000 до 2,000 лир. Ну, и можно также набраться на автобусе за 27 часов от 1,5 до 2,000 лир. Такое, нормально. Цена дешевая, если из Турции ехать. Но как тебе вообще вот сама страна? Мне кажется, она… Ну, вы знаете, вот есть люди, которым вот нравится… Вот нам, например, нравится Камбоджа. Если бы там можно было бы эгоризоваться как-то, то мы бы с удовольствием жили бы в этой Камбоджи, в каком-нибудь домике, да? Но далеко не все бы хотели бы там жить, потому что, сами понимаете, какая там цивилизация. Ну, вот, допустим, а Босни и Герцеговини, она же больше к Европе относится. Но там все как-то вот совсем все очень тоскливо. Ну, я не знаю, я бы Балканы с удовольствием бы как-то посетил, как турист. Балканы – прикольное место. Ну, прикольно, там много романтизма всякого. Балканский полуостров, там много разной и истории, и остальной ерунды. Но как турист, жить там, конечно, в Балканах. Ну, знаете ли, на вкус и цвет, как говорится. В общем, кто живет в Босни и Герцеговине, расскажите, пожалуйста, как он там вообще живет. Да, пишите в комментариях. Очень интересно. А пока можете подписываться на наш канал, чтобы не пропустить другие видео. Поднимайте пальцы вверх. Свои вопросы, комментарии оставляйте ниже под видео. Также в описании есть наша почта, с помощью которой вы можете с нами связаться. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией. Суперспасибо, кто поддержал наш канал. Обнили, подняли и немножечко грустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok